Я верю в очень тесное сотрудничество Духа Святого со всяким человеком, который хочет поделиться благой вестью. Много раз это наблюдал. Короткая история, которая произошла в нашем городе, может, лет 5-8 назад. Одна семья, ну это даже не семья, они просто жили вместе. Парень с девушкой, молодые люди, как мы сегодня выражаемся, были в отношениях. Девушка совершенно неверующий человек, парень из христианской семьи, отошел от Бога. И вот он узнает, что она от него забеременела. Он очень резко это воспринимает, бросает ее, уезжает в Лос-Анджелес, там начинает какой-то бизнес, какой-то проект. Эта девушка не хочет делать аборт, потому что он ультимативно ей сказал, хочет, чтобы я вернулся, хочет, чтобы мы были вместе, ты должна сделать аборт. Она не хочет это делать, она метается, ей плохо, идет время. И один их знакомый, прекрасный человек, брат, которого я тоже знаю лично, узнает об этой истории и теряет покой. Вот есть такое. Знаете, когда мы слышим тяжелые вещи какие-то, у нас очень разные реакции. Есть наша реакция, а есть Божья реакция в нас. Это очень разные реакции. Когда пришли люди в Гиву Саулову и сказали, что Наас, Амманицкий какой-то там царь, хочет выколоть правый глаз у всего общества израильского и там в городе в одном. Иавис город назывался. И люди, когда узнали эту новость, они все плакали, у них была истерика. Они понимали, что не могут переломать ситуацию. Это человек сильный, и он в однозначном порядке поставил свои условия. Но когда пришел Саул с поля, а Саул уже был помазан Богом на царство, и он не знал этой новости, и он только видел, что люди плачут. И кто-то Саулу объяснил в попыхах, быстро объяснил, что произошло. И написано, когда Саул услышал это, на него сошел Дух Господь. И Саул действует очень решительно. Другими словами, реакция Саула и реакция остальных людей очень разная на одну и ту же новость. Потому что Саул реагирует под воздействием Духа Святого. Я хочу это заострить во внимании всех нас. Страх, паника, уныние, отчаяние, все человеческие реакции на многие вещи. Но есть реакции, которые даются Духом Святым. Это сам Бог дает тебе бремя об отдельном человеке. Вот это наш брат. Он говорит, я не имею покоя. Меня просто это переворачивает. Я хожу. Но это не была реакция подавленности, уныние. Он все равно ничего поменять не может. Он пробовал, он знает этих людей. И проходит определенное время, не знаю сколько точно, но в один вечер он говорит, мы уже ложимся спать, уже 12, начало первого ночи. И вдруг, он говорит, у меня просто вдруг вот этот момент духовный. Я сажусь в машину и еду в Лос-Анджелес. Ищу того парня. И подъезжаю туда к 6 утра, всю ночь ехал. Встречаюсь с ним и начинаю ему говорить. Вот знаете, я не знаю в тонкостях этой истории. Так вот, как знаю, так вам рассказываю. Вот знаете, что я думаю? Из моих наблюдений и небольших выводов. Я думаю так, что вот как аккумулируется влага в облаках, берет время, да? Поднимаются облака, становятся тяжелыми, опускаются к земле. И в какой-то момент они рвутся. Они разрываются, и идет ливень, дождь. Вот что-то похожее происходит с человеком, который носит бремя о другом человеке. Он становится тяжелым, он может ничего не говорить вообще. Это не от многословия. Мы не многословия услышаны. Не от красноречия. Но-но-но-но. Это какое-то от Духа Святого бремя. Ты ходишь, даже твое молчание имеет больше власти, чем твои слова. И я почему-то не сомневаюсь, что когда эти люди встретились, это наш брат начал с ним говорить, он говорил очень властно, очень спокойно, с огромной любовью, и ситуация переломалась. Этот парень вернулся, родился прекрасный мальчик, и они остались вместе, и ребенок не погиб, не было аборта. То есть я говорю к тому, что Дух Святой сотрудничает с нами в этих вопросах. И мы должны понимать, что есть другая сторона. Есть люди жаждущие, голодные, может быть, на грани отчаяния. И если мы свое сердце держим открытым, хотя бы иногда в молитве говорит Господь, если ты хочешь меня применить, меня употребить, so you know, просто чтобы ты знал, I am available. Я готов, я открыт.